у нас утро а чё такое вкусно когда прямо из вас потом шашлычок сделаем да марашки два петушка сразу и на один разочек для шашлыка там конечно маловато будет но так на один разочек ходит разговаривает кричат мы же сколько лет живем без петухов у нас нет петухов вообще у доминантов которые были ну еще когда они маленькие были а это когда было моим доминантам уже четвертый год столько не живут кого мы съели а потом я оставляла пять наверное не помню петушков не закрыла калитку хорошо куры уже были в сарае мы перевели кур петухов здесь оставили а я не закрыла калитку пришли собаки разодрали петухов не лиса лиса бы кого кого там поела бы да кого с собой утащила вот а это просто собаки они игрались они их просто подрали и все красавчик стоит да смотрит питьевуха пять шесть шесть да у меня ой семь что ли петухов раз-два-три-четыре-пять шесть семь вот это мы прям можем три сразу на соснецок сделать да ешьте ешьте давайте ликбар курочка сижу от меня козлом воняет воняет если даже рядом где-то пройдешься пойду дальше кормить так и здесь смотрите что у нас подружку Софи нашла по несчастью доминантики они ее эта курочка они ее расклевывают сейчас покажу конечно не знаю курица выживет или нет 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 не сустенькая да вот это да вот это крылышко вот взяла конечно чем и спрей сейчас и побрызгаю да видите прям выедает но доминантом там сейчас тесно где они сидят и вот как только не добавляю в куриный корм перепелиного то вот начинается расклев но потихоньку не массово потихоньку я это вижу и сразу опять давай сыпать потому что там много протеинов перепелином мне их нужно переселять а у меня пока пока некоторые тут такие загвоздки вот им в общем нужна большая территория и будет все в порядке или держать прям вот на таком хорошем хорошем корме а я экономлю сейчас не можем поехать за перепелином а он кончается так что вчера бросила ее сюда ну хорошо она ее утка она ее хоть не грызет не загрызает и то хорошо пока они конечно тут вместе не сидят не спят ну не знаю как дальше будет ну ладно тебе чего кричишь что ой шипит шипит ой ты так злишься ой ой давай убегать сейчас чими побрызгали забрызгала чими он конечно очень щипит поставила главная курица к этой утке утка от нее ну настолько дикое ну вообще а курица сейчас к ней подошла туда хотела сесть к ней приткнуться не знаю останется она живая после такого обычно они умирают потому что прям вот это вот ну как сказать локоть они выгрызли доминанты орут маленькие пить хотят видите в какой клетке сидят ой и пить и есть вы тут вообще все перевернули сегодня сейчас налью конечно вас надо в другое место получил от больших кур а затем убегал они вам сейчас быстро тут у них обычно они это съедают за день а в этой остается здесь я специально в две сыплю но они ее видите сегодня перевернули поэтому они такие голодные но так обычно такого не происходит доброе утро там покормила но еще коз не доила поэтому они орут сейчас сначала иду в сарай здесь покормить а ты давно еще здесь не показывала нашего новобранца новобранец буянит вовсю так эти дурочки у нас все скачет ты козел наверное да ты козел он тебя замучил беленького одного а почему туда белого запихнули потому что они выскакивают все и они здесь носятся по сараю замучил он тебя да он его заездил уже так история такая сначала мы сюда козла сначала мы козла сюда поместили но я уже говорила здесь вообще козьи загонные но потом переделывали под корову потом здесь опять были козы я сама здесь прикручивала вот так понимаете потому что козам это большое очень тот козел эту доску выломил и вчера я в сарай мы мимо тут проходим с козами и смотрим здесь этот большой козел вот с этим возле двери стоит ну понятно это было понятно что он выскочит потому что он лез во все стороны доски аж прогибались и как-то теперь кажется что это хлипенький такой у нас сарайчик хотя он всегда был добротный все козы сидели хорошо корова здесь сидела хорошо ничего не ломалось ну вот привезли козлика вот и я к нему захожу чтобы его перетащить туда тогда в другой загон только я захожу он раз такой башкой мне в живот я говорю все понятно все понятно а меня мучили угрызение совести я что пошла собственно к нему думаю а сейчас попробую я его туда в сад он здесь посидел несколько дней ну жалко ну пускай бы он с нами гулял по улице да ну может быть он привыкнет может он сейчас посмотрит что козы это не в охоте может быть он подуспокоится потому что мои козлы только так себя ведут только тогда когда козы в охоту этот постоянно такой вот и он раз такой головой в живот ну хорошо что я его не боюсь он козел некрупный ему полтора года и он небольшой я все с тобой понятно я его тащить туда и затащила закрыла ну его судьба решилась теперь он конечно с нами в стаде находиться не будет потому что видите он такой обычный козел в смысле он ведет себя так как ведут обычные козлы а я еще думаю посещает мысль под названием Жибулу бабушки серенький козлик да и она его бабушка козлик слышите что вытворяет бабушка козлика очень любила и ведь когда-то это все кончится потому что такие козлы как у меня это редкость это действительно редкость это так правда такие козлы бывают очень редко такие покладистые ну вы видите я как с ними как как с медвежатками они такие послушные они ни в коем случае не агрессивные но это редкость скорее норма вот такие козлы как эти какие у меня раньше были которые просто дерутся нападают людей ты всякими ведрами от них отмахиваешься или с каким-нибудь бревном только к ним заходишь вот я его вчера хотела меня прям так угрызение совести мучили думаю ну жалко несколько дней он здесь уже сидит в сарае но нужно к стаду привыкать гулять будем вместе вот я уже вчера собственно шла чтобы его забрать туда в стадо вечером я подоила всех покормила думаю ну ладно сейчас потрачу время постою понаблюдаю да вот так приведу его туда выпущу и как только я захожу бац получите распишитесь нате вам в живот головой я все понятно все я его сюда закрыла и теперь его судьба решилась это будет такой сарайный козел стада я его не выпущу однозначно потому что он всех задолбает простите это будет именно так знаете у многих такие есть козлы это я просто привыкла со своими этими медвежатами да с алтайами с тунисом с послушными с покладистыми но но такое не бывает как мои те два козла такое вам хочу сказать не бывает крайне редко крайне редко и понятно что когда нибудь к нам пришли бы все равно такие козлы вот представьте если я их сейчас выпущу туда во первых он обо всех будет тереться обо всех коз это обязательно он всех достанет а он вонючий вот сейчас я постою здесь я выйду и я иду и чувствую как от меня воняет ужасно а мне это сейчас вообще не надо но то что он замотает там всех это однозначно он не даст никому покоя никому хотя я думаю может быть его стадо может быть он привыкнет к козам успокоиться ну в том смысле привыкнет успокоиться что коза то не в охоте может он угомонится все и станет нормальным до поры до времени да я не могу понять от чего он в таком гоне от чего когда все козы не в охоте и у них козы ну у тех хозяев по-моему были ну что там есть одна коза может там еще где-то у кого-то козы были в загуле что он такой прям нервный обычно так себя козлы ведут только тогда когда время приходит но то что ты однозначно будешь жить отдельно теперь я без всякого сожалению мне нравится он брызгает еще знаете как они духорятся да и летит все на меня куда не стань вообще отовсюду достает ой ужас это я же теперь фу на ноги мне там прямо как он умудряется со всех сторон да что ж такое-то козел нет я его не выпущу ага везде застревает везде все уже ломает все я рассказала новости я пошла кто здесь меня все время кусает заюшка ну заюшке нога так она такая какая-то она и такая непонятная до конца она не зажила но заюшка с ней бегает хорошо ну и ладно я ей ошейничек прицепила вчера она же у нас большая коза да заюшу заюша все все давайте я покормлю и пойду коз доить а то мне надо уходить уже с козами гулять а я еще их не доила мои козлы всю жизнь себя ведут правильно всю жизнь никакой мышиной возни вот такой никаких лишних движений вот таких вот дурацких ведут себя отлично когда наступает время козам приходить в охоту тогда они становятся очень активными и здесь опять все они делают правильно все все козы отгуляли и они успокаиваются потому что зачем вот эти все глупости все правильно они у меня всегда себя ведут правильно но этот не такой вообще не такой вообще и не такой во всем так отчет туда поставил в ведро дождик капает вот ну будем уживаться ну что поделать это я просто расслабилась к моим этим привыкам все надо доить а то здесь видите что происходит очередь очередь дай видите два красавца лежат не нервничают зачем сейчас нервничать нервы тратить энергию зачем сейчас ни к чему все с чувством меры с толком с расстановкой все все правильно а тут весь уже издергался весь уже оборался весь там что-то все ой вообще ну не минуты покоя не вообще вы видели он не стоит он не стоит он все время куда-то лезет орет кричит воет лежали они вместе утенок как всегда в углу а курица к ней приткнулась видите утка туда встала и курица за день курица бы вот с ней ой еще потягушки ну ничего может живая останется курица хочет с ней дружиться с уткой а утка что-то ну она очень зитая это утка а это все к ней к линии подбивает чтобы вместе лечь полежать видите так пойду яйца соберу а то дождик капает взяли замолчали так пели громко увидели наверное нас это сейчас если слышно то далеко а какой ты здесь сидел прям пел все равно красиво правда классно все мы прям героические усилия не ты тут замолчала героические усилия прилагаем что здесь погулять это опять далеко далеко здесь сжирают просто сжирают сейчас поменьше потому что капает дождик кто ест мою палку тунис я стою обмахиваюсь они едят мы здесь гуляем гуляем смотрю козу рассыпную думаю что тут такое и появился вот этот человек что поймал рыбу что делала что делала она мне говорила палки в речку где пихать хотя я вот тут вот дыхлую рыбешку нашу так принесли и она знает что делает забросила ее туда со словами появить своим братьям появить